Салам, родные мои! Добро пожаловать ко мне на канал и добро пожаловать на новый видеоролик. Окей, все наверное помнят, что у меня на канале был видеоролик по автоскупке на центральном рынке. Был бесплатный скрипт, который доступен всем, но уже не особо рабочий. Ну или же рабочий, но довольно-таки криво и уже не такой актуальный и не такой интересный. Я же нашел новую бесплатную версию, которая мне нравится в десятки раз больше, которая у меня вызывает желание больше проводить времени на скупке. И сегодня я с вами поделюсь. Скрипт полностью бесплатный, устанавливается буквально за пару секунд, но настолько хороший и настолько полезный, что я думаю почти в каждой сборке он должен быть. Но на секундочку давайте все-таки не будем сравнивать платную версию, семипопулярную и бесплатную версию. Понятное дело, что разница огромная, понятное дело, что это два разных скрипта с разным функционалом. Но как по мне скрипт, который я сегодня вам покажу, имеет право все-таки на существование. Напоминаю, что играю я на 17 сервере Arizona RP, мой ник LilHennessey и промокод хэштег FWLK Show. Желаю всем приятного просмотра, погнали смотреть. Пока ты смотришь этот видеоролик, у меня проходит конкурс на два аксессуара, это прибор ночного видения, который ты сейчас видишь на мне, и часы с заточкой плюс два на руке. Для того, чтобы тебе получить эти аксессуары, тебе всего лишь потребуется написать комментарий, в котором будет более пяти слов, также будет указан сервер, на котором ты играешь, и обязательно свой ник на своем же сервере. Желаю удачи в конкурсе. А мне-то как жаль. Правда в том, что после стольких лет начинаешь терять не только аппетит. Когда так долго носишь маску, то забываешь, кто ты под ней. Сперва перейдем к установке, поэтому сразу же открываем лаунчер. В лаунчере заходим в настройки и проверяем, что у нас с вами отключена автоочистка. В остальном больше ничего интересного здесь нет. Дальше мы с вами переходим во вкладку моды и устанавливаем мунлоудер, который потребуется для работы скрипта. После того, как вы его установили и все сделали правильно, у вас должна появиться папочка мунлоудер в корневой папке вашей игры. Чтобы это узнать, нажимаем настройки и смотрим путь установки игры. Дальше вам потребуется скачать вот этот файлик. Скачать его можно где? Правильно, по ссылке, которая находится и в описании видеоролика, и в закрепленном комментарии. Скачиваем вот этот файлик, перекидываем на рабочий стол для начала и заходим в корневую папку игры. В корневой папке игры заходим в папку мунлоудер. Дальше берем вот этот скрипт, который мы с вами скачали, и просто перекидываем его сюда. У меня уже он умеется, поэтому пропускаю этот файл. А вы, конечно же, просто перекидывайте и закрываете. Ну а дальше открываем лаунчер, выбираем сервер, на котором играем, и нажимаем кнопочку играть. Ну что, теперь давайте перейдем к полноценному функционалу этого скрипта. Как вы можете видеть, скупочка у меня уже стоит. Но я вам сейчас еще раз покажу, как это все работает. Прекращаем аренду прилавка. Сейчас встанем прям еще поближе сюда заодно. Дальше мы вводим с вами команду лавка, покупка товара. Дальше называем ее как-нибудь, выбираем цвет, и больше ничего не жмем. Закрываем это диалоговое окно. А теперь открываем скрипт. У вас вот этого дела не будет. У вас вот здесь будет все пусто. Это мой уже заготовленный скрипт. Первое, что вам нужно будет сделать, это просканировать предметы. Нажимаем кнопку сканировать, и дальше вам в чате пишется уже подсказка, что нужно зайти в третий пункт, добавить товар на покупку. Нажимаем alt, добавить товар на покупку, и начинается сканирование. Сканирование где-то занимает у вас, наверное, полторы-две минуты. Но если захотите ускорить этот процесс, можете поменять это значение. Но я особо не советую это делать, потому что может крашить. В чате, опять же, вы видите, что сканирование было завершено, и у вас открыта последняя страница. Дальше просто закрываем. После этого нужно будет создать свой скрипт, свой профиль для скупки. Нажимаем кнопочку создать, и открывается вот такое вот диалоговое окно. Здесь у нас находятся все предметы, которые только есть. На Аризоне здесь поисковик. Например, вводите слово подарок. Сейчас вот по-русски подарок. Все. У вас все подарки здесь есть. Дальше обязательно нужно название профиля. Например, давайте ларцы назовем его просто вот так. Ларцы. Все. Сохраняем. И теперь вводим здесь ларцы. Точнее, ларец. И вот они все ларцы, которые можно поставить на скупку. Как же их ставить на скупку? Например, ларец дальнобойщика. Давайте его сейчас найдем. Дальнобойщик. Сколько мы его хотим? Ну, пускай 100. А сколько мы будем его скупать за одну штуку? Пускай 250 тысяч. После этого нажимаем «Добавить». И вот здесь появляется вот такое вот меню. Нажимаем «Сохранить». И все. У нас появились ларцы. Например, фаз скупка у меня стоит здесь. Давайте посмотрим «Редактирование». Можно редактировать в любой момент, если что. И вот моя фаз скупка. Здесь мы видим общую сумму, которую мы потратим. Здесь мы видим количество. Цену за одну штуку. Общая цена, которая выйдет на скупку всех этих штучек. Можно удалить, например. И можно как-либо редактировать, добавлять и убавлять. Главное, если что-то редактируете, не забывайте сохранять. Итак, как же нам поставить эту самую скупку? Заходим в лавку. Покупка товара. Скупка. Цвет. Все. Закрываем. Открываем скрипт. Дальше выбираем профиль, которым будем пользоваться. И теперь просто нажимаем «Альт». И у нас автоматически начинает выставлять скрипт товар на покупку. И довольно-таки быстро он все выставил. У нас пришло сообщение о том, что все готово. Можно закрывать это окно. И теперь закрываем скрипт. Все. Лавка стоит. Вы можете уходить куда угодно. Скупочка будет успешно идти. Пока у вас стоит лавка, вы можете спокойно себе настраивать другие профили, например. Либо же настраивать продажу, которую тоже можно просканировать и выставлять все на продажу по такой же схеме. Либо же просто можете что-нибудь здесь мониторить из того, что хотели бы скупать. В целом, для бесплатного скрипта здесь есть все, что вам нужно. Создание профиля, редактирование профиля, скупка, продажи и в целом, что еще нужно. Да, вы там не видите средние цены, да, у вас нету прям точных максимальных каких-либо подсчетов, но мне кажется, оно и не надо. Именно в бесплатном скрипте главная функциональность и главное, чтобы работали основные функции. Здесь же все довольно-таки быстро, плавно и хорошо работает. Ну что, вот такой вот довольно-таки интересный и полезный скрипт в итоге у меня с вами появился. Думаю, что каждый из вас должен его хотя бы раз попробовать. Если вы не хотите тратиться на платный фастбай для центрального рынка, если вы просто не так часто занимаетесь перекупством и вам в принципе не нужно платить за это деньги, то данный скрипт идеально подходит. Если у вас остались какие-либо вопросы, ошибки и так далее, пишите в комментариях, пишите в моем телеграм канале вопросы и я постараюсь вам помочь. Ну а на этом я с вами прощаюсь, благодарю вас за просмотр данного видеоролика, желаю вам всего самого наилучшего и до скорой встречи.